Фамильные башни, уникальные пейзажи, живозвучание старинных национальных инструментов. Участники второго потока этнолагеря «Аланский след-2019» под впечатлением. Экскурсия в высокогорное селение Унал Северной Осетии оправдала себя. Невероятная гордость за свой… как бы, что ты являешься частью этого прекрасного народа. Хочется больше и больше узнавать, поглощать вот эти традиции, обычаи, язык. В этнолагере собрались осетины практически со всего мира. Турция, Франция, Германия, Швейцария, Азербайджан, Таджикистан, Россия. В Осетии молодым людям есть, что посмотреть, попробовать, послушать. Культурные мероприятия посетили президент Республики Южная Осетия Анатолий Бибилов и глава Республики Северная Осетия Алания Вячеслав Бетаров. Анатолий Бибилов, поприветствовав участников форума, отметил, что этнолагерь – отличная площадка для осетин всего мира, для более тесного знакомства с исторической родиной. У нас что, отрадно, что уже который год, пять лет, как говорит Вячеслав Зиминханович, мы собираемся. И эти встречи проходят в таких красивых исторических местах и, более того, символических местах на стыке двух частей Осетии. И ваши соотечественники, выходцы из Осетии или предки, которых жили в Осетии, живо интересуетесь культурой своего народа, культурой и быдом своего народа. В свою очередь Вячеслав Бетаров отметил, что как бы далеко наши земляки не проживали от исторической родины, они являются частью Осетии. Акция объединяет осетинскую молодежь со всех концов мира. Радует тот факт, что из года в год расширяется география этнолагеря. Это говорит о том, что наша молодежь, осетинская молодежь, испытывает потребность в общении, а это единение, единение нашей молодежи, которое раскидано, как я уже сказал, по всему миру. В доверительной беседе ребята поделились впечатлениями от участия в проекте. Многие из них впервые получили возможность побывать в Осетии. Прежде всего хотел бы вас поблагодарить за столь замечательный проект, который состоялся, состоится и будет дальше продолжаться. Очень приятно, что мы здесь имеем возможность познакомиться, пообщаться с нашими братьями со всего мира. Участник из Турции поинтересовался, возможно ли изучение родного осетинского языка в Турции. Анатолий Бебилов предложил проработать вопрос и подготовить соответствующий проект. Глава государства выразил готовность обеспечить обучение всех желающих родному языку, для того, чтобы они могли делиться знаниями со своими земляками за рубежом. Глава государства В завершении встречи участникам этнолагеря вручили памятные подарки. Участники второго потока этнолагеря «Аланский след» за несколько дней увидели много достопримечательностей Северной Осетии, побывали в селах, познакомились с бытом и культурой осетин. Проект «Аланский след», стартовавший в 2015 году, с каждым разом становится более масштабным. Все больше людей принимают в нем участие. В Южной Осетии ребята пробудут несколько дней. Их ждут культурно-досуговые мероприятия, посещение национального музея, театра, храмов и других достопримечательностей. Примут они участие и в памятных мероприятиях к 11-й годовщине августовских событий.